Но Зеленский и его ближайшее окружение, его руководитель администрации должны осознать, против авторитарных режимов действует только энергичная сила. Так Запад уговаривал Путина и не уговорил. Он решился на агрессию, потому что он решил, ну они поплачут, поуговаривают, поугрожают пальчиками, ну какие-то санкции применят, а я сделаю свое дело. Вы помните, накануне войны в прошлом году его убеждал Байден, с ним были встречи в Швейцарии, на телефоне круглые сутки проводил президент Франции Макрон и так далее, ничего не помогло. То же самое будет и с Токаевым. Это вассал Путина, и поэтому, уважаемый господин Зеленский, я считаю, что Украине нужно все-таки расставить приоритеты и работать над применением санкций со стороны европейского сообщества и Соединенных Штатов Америки. Надо организовывать решительные действия. И только тогда, когда эта политическая верхушка попадет под жесткие санкции, только тогда можно говорить, что и другие страны Центральной Азии, они отойдут назад, это коснется и Армении, Грузии или других стран, которые оказывают всемирную поддержку этому бандитскому режиму Путина.